Она часто смотрит в окно. Ей уже скоро 90, и здоровье уже не позволяет выходить на улицу. Антонина Скрипник в этом году уже не пойдет на парад победы. Победа, ради которой она рисковала своей жизнью, спасая других. Осенью 43-го еще школьницей Антонине Демидовне довелось стать санинструктором 179-го артиллерийского противотанкового гвардейского полка. Перед этим у них был страшный бой под Константиновкой, поэтому этот полк называют еще и Константиновский полк. И погибли там очень многие из полка, и погибла санинструктор, девушка. Такая юная, она с большой охотой отправилась с гвардейцами освобождать Донецкую область. Они буквально гнали врага с родной земли. И Антонина Демидовна всюду была рядышком с бойцами. Ей приходилось оказывать первую медицинскую помощь прямо на поле боя. Слышишь, вот пули свистят над тобой, потом слышишь, бьют немцы, сюда стреляют к нам. А назывались их пушки? У нас были «Катюши». Уже «Катюши» появились. Да, я застала «Катюши», да. Звук я слышала, как летит снаряд с «Катюши». А в них был какой-то одна такая пушка. Называли ее как-то, я уже забыла, что она, так, жух, жух, вот так, и все. И мы различали все. И пули из винтовки различала. И пули, и снаряды, и из самолета, со всего. Из пушек. Ну, и с винтовок, конечно. Все различала. И проходила мимо, они свистят, а я иду. Только раненый кровь бежит. Я сразу же ее перевязываю, чтобы кровь остановить, вы понимаете. Если легко раненый был, там разрезала ему шкуру, кожу, это как это. Я перевязала, кровь перестала. И всяк. А если уже тяжело раненый, тогда тут эти, как их, санитары сразу брали и отправляли мы их в санчасти. Самые страшные потери женского состава терпели именно медики на передовой. Антонину Демидовну на каждом шагу подстерегала опасность. Привыкнуть к военным реалиям, крови и смерти для 17-летней девушки было очень непросто. А на ваших глазах люди умирали? Умирали. Очень много. Очень много. Умирали, конечно, от ран. Их убивали сразу. Каково вам 17-летней девочке было на все это смотреть? Вы знаете, сначала я очень боялась, очень плакала. А потом все, как будто бы так и надо. Ужасы войны, пережитые наяву, преследуют ветерана и по сей день. Как-то что, возле нас остался один боец из пехоты, раненый и не мог встать, но живой еще. И вот он кричит, сестричка, помоги мне, помоги, иди сюда. А я подбежала и боялась, чтобы наши же не уехали дальше. И отдал документы мне все. Я прошу его, не надо, вас подберут ваши. Я уже не могу, потому что мы уезжаем. Ну, никак, нет, будьте с документами. Я говорю, нет, возьмите. И я не знаю, где я эти документы делаю. И я отослала родителям или оставила ему. Я так вот этого уже я не помню совсем. И каждый раз, вот я когда ложусь спать, я это все прокручиваю в мозгах. Где я делала, что случилось с этими документами. Я так и не помню по сей день. И не могу вспомнить хоть, что хочешь делать. В январе 44-го под Запорожьем Антонина Скрипник была контужена. Тогда в бою при переходе через Днепр из ста бойцов противотанкового полка в живых осталось всего пятеро. Ранили бойца. И он ранен был в ногу. Я его, ну, поддерживала, вы понимаете. И он был на спине у меня как-то. Ну, я не могу вам рассказать, как это. Что он меня обнял. И мы шли в санчасть. Я уже его не могла оставить даже там. И в это время или с пушки стрельнули, или с самолета. Я уже не помню. И нас закрыло землей. И бахнуло меня по спине хорошо. Я по голове, я оглохла, ослепла. Вы понимаете, а боец погиб. Он меня спас, а сам погиб. Месяц провела в санчасти. По возвращению домой она переписывалась с другими санинструкторами. И свято верила в победу. Что вселяло в вас вот эту веру в победу? Любовь к родине, к своему народу. Вот это вселяло веру в нас. Мы ведь, знаете, в то время мы были дружными. Мы любили друг друга, уважали, ценили. Вы понимаете, я даже не могу вам рассказать, как это. Жили мы прекрасно. Ну, как прекрасно? Бедно, конечно. Конечно, было бедно. Но дружно. Израненная войной сердце ветерана не утратило способности любить и согревать своей любовью. Вопреки всему, в душе она надеется, что мир когда-нибудь все-таки образумится. Ветераны, я поздравляю вас с Днем Победы. Желаю вам счастья, здоровья и мира на земле. Желаю вам счастья, здоровья и мира.